Духовная практика Но необходима деятельность. Ум и чувство не могут оставаться в вакууме, бездеятельными. Имперсоналисты говорят, просто медитируйте внутри себя. Но дело в том, что ум и чувство требуют позитивного занятия. И так Джамила погрузил свои мысли, свой ум в мысли о Господе. Конечно же, постоянно думать о Боге, это не так просто. Это так? Кришна говорит, что все тяжело борются со своими умом и чувствами. Господь Читания спросил Романанда Рая, о чем должно постоянно думать живое существо? Господь Читания хотел прославить своего преданного. Преданный хочет прославлять Господа, но Господь, в свою очередь, хочет прославлять своих преданных. Когда Господь Читания встретил Романанда Рая в Южной Индии, он стал задавать ему множество вопросов. Один из вопросов, который Господь Читания задал, был такой, о чем живое существо должно постоянно думать. И многие великие мудрецы дали множество разных наставлений на эту тему. Например, можно думать об образе Господа в форме арча в играхе. Божество. Человек создан по образу и подобию Божьему. Откуда эта фраза? Где об этом говорится, что человек создан по образу Индзебайл? Да, это знаменитое утверждение Библии. Господь обладает формой, и мы обладаем формой. Но образ Господа трансцендентен. Он обладает таким могуществом, о котором мы не можем даже себе представить. Он никогда не стареет, как мы с вами. Мы стареем, у нас появляются морщины, волосы сидеют, мы лысеем, тело слабеет. Но видели ли вы хотя бы одно изображение Кришны с морщинами? Адьям Пурана Пурушам Навайова Намча. Хотя он старейшая личность, но при этом он вечно юный. И он вездесущий. Он присутствует повсюду. Он меньше и меньшего, и больше и большего. У Господа есть множество трансцендентных качеств. Его деяния непостижимы. Непостижимое означает то, что вы не способны понять своими материальными чувствами или умом. Если вы скажете обычному человеку, я поклоняюсь Господу, который явился в образе получеловека, полу льва. Он скажет, что это такое, что это за история такая странная. Он скажет, что это невозможно, что это за сказка. Но Бог непостижим. Для него не составляет ни малейшего труда явиться в образе получеловека, полу льва. Спасибо. Спасибо.